Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа. Регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Сын старается уроки делать днем, потому что вечером невозможно при свечах, при фонариках. Если погас свет, значит пора погасить долг. Кто виноват в отключении электроэнергии, в соте черемушки и что теперь делать добросовестным плательщикам? Сначала нужно к медиатору, а потом уже к суд. И то, если понадобится. В Анапе обсуждали, как решать конфликтные ситуации в досудебном порядке. Спортсмен, который занимается панкратионом, воспитывает и физическую составляющую, и духовную составляющую. Силу духа и силу воли тренировали юные спортсмены на фестивале единоборств в Анапе. Сегодня состоялась рабочая встреча главы Анапы с руководством публичного акционерного общества ТНС «Энергокубань». Это поставщик электроэнергии на территории Краснодарского края. Юрий Поляков вынес на обсуждение проблемную ситуацию сбора коммунальных платежей и энергоснабжения сотов. Как решить проблему садово-огороднических товариществ, где часть жителей не желает переходить на индивидуальные приборы учета, накапливая огромные долги перед поставщиком электроэнергии? Юрий Поляков призывает найти действенные меры. Вот в этом направлении эту работу надо как-то, Игорь Владимирович, нам усилить. Это то, что касается непосредственно тех сотов, которые в районе Гастагаевской. Ну, все соты, которые у нас есть, с которыми у нас постоянно жалобы. То есть недоплата была, не помню, в прошлом году 4 миллиона они там не платят, потом 6 миллионов. Винить его в чем? Мы не можем. Поэтому я к вам обращаюсь, вы даже понимаете, он что может сделать. То есть мы максимально собираем соты, объясняем. Людям объясняют, без учетного потребления электроэнергии, когда получают на 100 рублей, а платят 10, уже не будет. Если не поставишь этих приборов учета, то вся эта вывод на прямые договора, он бесполезен. Проблема в брошенных сетях, считают краснодарцы. По сути, по раскрытию, да, проблема есть, в том числе касается то, что там есть бесхозяйные сети. Вы, наверное, в курсе. Да. Да, это, конечно, проблема. Мы сейчас привлекаем сетевые организации в Краснодарском крае, которые заходят и помогают нам в этом плане, то есть принимают сети, и мы уже тогда раскрываемся. Юрий Поляков подчеркивает, решение должно устроить обе стороны – поставщика и потребителя. Зачастую людей пугает цена вопроса. Значит, надо предоставлять рассрочку на приобретение счетчиков, а не просто жестко требовать выполнения условий. Энергетики говорят о трех наиболее проблемных садовых и дачных товариществах. В одном из них уже месяц нет электричества. Отключено за долги. Однако есть те, кто оказался заложниками ситуации, так как это их единственное жилье, и они исправно оплачивали счета. В ситуации разбирался наш корреспондент. В этом доме живет Елена Пелюстка с мужем и двумя детьми. Из Владивостока в Анапу она переехала, потому что дочке нужна реабилитация. А ездить сюда за тысячи километров очень накладно. Новый дом в Приморье, где она получила квартиру как вдова военного, построили с ошибками. Жить в нем оказалось нельзя. Тогда она взяла материнский капитал и приобрела участок в дачном товариществе «Черемушка». Говорит, что исправно платила по счетам, но около месяца назад не стало электричеством. Ужасно. Ребенок постоянно просит мультики. Старшему сыну, средний сын старается уроки делать днем, потому что вечером невозможно при свечах, при фонариках делать свет. Постирать приходится на руках. У нас выхода нет искать съемное жилье, потому что, как говорится, можно бросить все и уехать. Но если бросить все, то мы останемся без дома. И все, что наживали в доме своими силами, естественно, это все обворуют. Ну, как внесут. В анапском филиале «Кубаниэнергосбыт», который подает напряжение на трансформатор, показали распечатку. За год задолженность товарищества выросла более чем в два раза и составила 343 тысячи рублей, превысив среднее потребление за три месяца. В этом случае должников отключают. Сегодня идет переход на высокоточные приборы учета. Председатель товарищества Олег Евченко считает, что новый счетчик, который передает показания дистанционно, иногда начинает вести себя странно. В октябре прошлого года он показал в три раза больше, чем товарищество потребляет обычно в этот период. После того, как пошли разногласия с головным, мы приобрели новый счетчик точно такой же класса точности и установили последовательное соединение цепи, тем самым дублируя показания того головного счетчика. Прибор заменили. На протяжении трех месяцев между показаниями двух счетчиков не было никаких разночтений, но сейчас, по словам Олега Евченко, они вновь появились. В деньгах у вас составит порядка 70-80 тысяч. В летний период разница фигурирует от 30 до 40 тысяч. То есть это то электричество, которое поселок на самом деле не нажигает. Председатель подозревает, что к устройству кто-то может иметь удаленный доступ и настаивает на независимой экспертизе. Энергетики говорят, что изменить показания счетчика через интернет невозможно, а ошибаться может как раз прибор, установленный по инициативе товарищества. Одна из главных проблем – это общий котел, в котором сложно отследить отдельные потоки. Сегодня внутренние сети взяла на обслуживание компания «Трансэнерго». Возле дома Елены уже стоит высокоточный счетчик. По ее словам, скоро она получит договор и другие необходимые документы. Получив акты границ раздела от «Трансэнерго» и акт калибровки счетчика, то есть опломбировки счетчика, заходит человек с правоустанавливающими документами, свидетельство или выписка на землю или дом и заключает прямой договор. С этого момента, первый обратившийся и заключив договор, автоматически нам придется включить полностью трансформаторную подстанцию «Сота» и потребитель будет получать электроэнергию. И за ним должны уже пойти все потребители и заключить прямые договора. В Кубани Наргосбыте рассчитывают на то, что коллегам удастся упорядочить потребление. Вместе с тем, долги товарищества никуда не денутся. Рано или поздно их придется оплачивать. Возможно, реструктуризация на три месяца. Игорь Таран отмечает, что сегодня в Анапском районе 15 садово-городных товариществ. Долги только в трех, включая ДНТ «Черемушка». Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. В Анапе прошла международная практическая конференция «Медиация. Опыт настоящего и перспективы будущего». Речь на ней шла о досудебном решении конфликтов. Это особенно важно, если в них затрагиваются интересы детей. На нужный лад участникам помогала настроиться неповторимая атмосфера весеннего курорта. Вот она жизнь-то! Вот она жизнь! Вот она! Здесь потрясающее место для жизни. Ольга Рыбина вспоминает, как впервые познакомилась с анапским штормом. Два года назад она переехала сюда из Москвы. Ольга – бизнес-тренер. Занимается в том числе подготовкой медиаторов, посредников, которые помогают решать гражданские споры во внесудебном порядке. То, что сейчас происходит, когда мы сталкиваемся вот так колбами, это, конечно же, не улучшает ни качество жизни, ни меня как человека. И важно, чтобы был рядом человек нейтральный, который поможет тебе разрулить. И чтобы вин-вин было. Все вышли с выигрышем. В России роль такого специалиста впервые прописали в законе 7 лет назад. Стояла задача максимально разгрузить судей. Вместе с тем, суд – это всегда война. Ее легко начать, но трудно закончить. Вовремя вернуться за стол переговоров, даже общаясь через посредника, важно не только для бизнеса. Есть целый раздел, посвященный урегулированию конфликтов в семье, когда ребенок часто становится аргументом в споре. По моему мнению, брачно-семейные отношения, когда возникает конфликт из любой сферы, порядок общения с ребенком, между супругами, все, что может привести к конфликтной ситуации. Сначала нужно к медиатору, а потом уже к суд. То есть медиация для брачно-семейных, именно для этой сферы – это самое лучшее, что может быть именно на стадии конфликта. Екатерина из Республики Беларусь. В Анапе своим миротворческим опытом делились около 200 участников со всей России, а также стран ближнего зарубежья. Их поприветствовал заместитель главы города Эдуард Балмашев. По его словам, Анапа остается одним из наиболее удобных и комфортных мест для проведения подобного рода форумов. У нас на сегодняшний момент достаточно и отелей, достаточно и площадок, на которых можно проводить такого рода мероприятия. Однозначно, мы готовы принимать больше, и наш бизнес очень заинтересован в развитии. И все внимательно сюда и очень относятся, скажем так, трепетно, подходят к таким мероприятиям, посещают, смотрят, интересуются, что это, как это. Организаторы отмечают, что специально выбрали майские праздники, чтобы участники сочетали знакомство и обмен полезной информацией с отдыхом, который необходим при напряженной работе. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Сорганизаторами мероприятия стала Торгово-промышленная палата города-курорта. Ее представители подписали договор с коллегами из подмосковного города Королев. Это может сформировать отдельный поток отдыхающих в город-курорт. По словам президента Торгово-промышленной палаты Королева, Людмилы Козловой, крупные предприниматели города могут быть заинтересованы в поставках винодельческой и фермерской продукции. Оно уверено, что соглашение будет взаимовыгодным и поможет дальнейшему развитию экономики двух муниципалитетов. У нас есть крупные предприниматели, у которых по две тысячи, например, человек, работающих на предприятиях. Мы хотели бы для таких предпринимателей, которых крупные, сделать какую-то миссию, которые помогли бы ознакомиться с теми санаториями, которые могут, действительно, мы можем их рекомендовать для наших предпринимателей, для отдыха или же для проведения каких-то мероприятий. Сотрудники Анапского центра социального обслуживания населения во главе с начальником соцзащиты Людмилой Гузенко поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. Для каждого приготовили подарочный набор, цветы, а также слова благодарности и добрые пожелания. Марии Васильевне Вубликовой 95 лет. Несмотря на почтенный возраст, она до сих пор чувствует себя хорошо и сама встречает гостей у порога. На фронт Мария Васильевна попала, когда ей было всего 19 лет. Она отвечала за важное направление, обеспечивала фронт связью. В составе своего полка прошла Белоруссию, Польшу и завершила военный путь в Кёнигсберге. В землянках работали, шесть офицеров сзади, тут маленькая тумбочка. Вот туда эти были телефоны на И-108, тяжелые, из этих офицеров же такие же на тумбочках. И я передавала, закодировала все. Отец Николая Бомко принимал участие в Первой мировой. Сам Николай Корнеевич попал на фронт Великой Отечественной в 16 лет, накинув себе в военкомате лишний год. Строил укрепления против фашистов в Киеве, воевал на Южном Донбассе. Освобождал Крым, участвовал в штурме Севастополя. Завершил победоносный воинский путь в Берлине. Командовал взводом Катюш, сея панику в рядах фашистов. Отец у меня старый солдат. Он был фельдфеберем в царской армии. Воевал в Первую мировую войну. Имел два боевых ордена Георгиевской креста. Но он же был ранен, тяжело больной. Сказал, правильно, сынок, иди. Кому-то же надо защищать родину. Не нам же, старикам. Иди. Но будь смелым, храбрым, не бойся. Вот, имей в виду, что ты вскоре будешь офицером. Поэтому, тем более, должен показывать пример. Понял, понял. Ну, мама расплакалась, конечно, и все. 7 июля нас в военкомат записал, прибыл и отправили в воинскую часть. Тирану уже 93 года, но он активно участвует в жизни города. Встречается со школьниками, рассказывает о войне, посещает военно-патриотические мероприятия. То, что есть еще порох в Пороховницах, демонстрирует и сегодня. Самое главное, чтобы праздник 9 мая был не один раз в году, а чтобы он был постоянно. Потому что те люди, которые отстояли мир и свободу, достойны и заслуживают того, чтобы мы вспоминали о них каждый день. Вот это будет самой большой благодарностью этим нашим освободителям. Со стороны государства оказывается постоянная помощь участникам Великой Отечественной войны. И в целом у нас даже сегодня нет на учете ни одного ветерана, который бы нуждался в соответствии с действующим законодательством получения жилья. То есть те люди, которые состояли в очереди, в том числе муниципальные, они уже обеспечены жильем в полном объеме. Если выявляются новые обстоятельства, мы тоже берем их на учет. Социальные работники навещают героев войны регулярно и не только по праздникам. С каждым годом ветеранов становится все меньше. Поэтому очень важно уделять им внимание, выполнять все просьбы и самое главное – хранить и передавать историю Великой Победы из поколения в поколение. Никита Бойко, Руслан Душевский, Анапа-регион. Анапские медики переходят в усиленный режим работы. Для травматологического отделения городской больницы курортный сезон начался раньше календарного, с первым большим притоком туристов. Он, как правило, приходится на начало мая. Насколько готова и укомплектована анапская травматология, узнали наши корреспонденты. Этот новенький рентгеновский аппарат – гордость анапских травматологов. На службу в городскую больницу он поступил совсем недавно. В феврале этого года он вышел с заводского конвейера, а уже в марте начал обслуживать первых пациентов. Современная техника помогает поставить диагноз буквально в считанные секунды. Преимущество данного аппарата в том, что мы пациентов обследуем в кратчайший период, выставляем диагноз и дальнейше направляем их в отделение для лечения. В среднем, если с использованием пленочных рентгеновских аппаратов на проявку одного снимка использовалось 5 минут, то здесь один снимок возникает в течение 1, 2, 3, 5 секунд. То есть с 2, в 3, в 5 раз увеличивается пропускная способность. В этом году для врачей отделения травматологии курортный сезон открылся раньше почти на месяц. С приходом тепла количество туристов резко увеличилось. В предпочтении – активный отдых на воздухе. При неосторожности часто сопровождается травмами. Возросло и количество ДТП. Всем пострадавшим в авариях помощь оказывается также именно здесь. Просто упал с мотоцикла. Неудобно так упал, что плечом ударился так сильно, что поломал ключицу. Скорая помощь привезла. Вот именно с этого места все и началось, где сейчас это. Отсюда перевели в больницу, сделали анализы, операцию. Спасибо хирургу. Поток пациентов непрерывный. Если еще год назад в весеннее время принимали до 30 человек в сутки, то в этом году их количество увеличилось более чем в два раза. В выходные дни и вовсе поступает до 100 человек. А в пик курортного сезона эта цифра вырастет еще в несколько раз. Нагрузка падает в основном на экстренную службу. Поэтому мы с июня месяца вводим дополнительные силы для оказания круглосуточной помощи. Дополнительный кабинет открывается на летнее время. Как показывает опыт прошлых лет, в принципе мы справляемся с этой ситуацией. Если сравнить еще с советским временем, с 90-ми годами, то около 15-12-15 тысяч год составляло. Сегодня еще раз кружится 22 тысячи обращений. Для особо серьезных случаев в отделении предусмотрен стационар, где пациенты находятся под круглосуточным наблюдением врачей. Рассчитан он на 50 коек. Есть палата для детей. Детские травмы – отдельная тема. По словам медиков, большинство из них случается из-за невнимательности взрослых. Поэтому в летний период с появлением батутов и других аттракционов необходимо усиливать контроль за безопасностью отдыха. Никита Бойко, Руслан Душевский, Анапа-регион. У любви нет преград, доказали анапские влюбленные с ограниченными возможностями здоровья. Обычная свадьба, необычные пары состоялась в Анапе. Молодые познакомились на курорте, поэтому скрепить себя узами брака решили под шум прибоя на набережной. Цветы, поздравления и добрые пожелания от близких и друзей. К этому счастливому дню Александр и Юлия шли два года. Судьба их свела в одном из местных санаториев. Как признаются сами молодожены, между ними сразу пробежала искра. И больше они не расставались. Я до сих пор на этих эмоциях, они мне так не проходят. И надеюсь, мой муж пронесет эти эмоции на всю жизнь. Их история любви развивалась стремительно и красиво. Александр часто делал приятные сюрпризы, дарил цветы, даже признавался Юлии в своих чувствах публично, со сцены городского театра. В итоге предложение руки и сердца девушка приняла, не раздумывая. Вначале одел кольцо, а потом спросил, будешь ли ты моей женой. Я говорю, ты уже одел, зачем спрашивать? Ну, мы шли к этому недолго, два года всего лишь прошло. Это вообще не срок, а жить будем всю жизнь. Она просто у меня самая лучшая на свете. И она должна была стать моей, я этого добился. Несмотря на физические ограничения, пара живет полной жизнью, в том числе общественной и творческой. Александр занимается танцами в составе бального коллектива на колясках «Эриданс». На репетициях и концертах в зале всегда она вдохновляет и поддерживает. Привет! Привет! Молодожены признаются, им вместе легко и хорошо, потому что, как никто, понимают друг друга. И своим примером семья Герасимовых доказывает, что перед настоящей любовью бессильны любые преграды и обстоятельства. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. В городе-курорте прошел открытый фестиваль единоборств на Кубок главы. Десятки спортсменов со всего Краснодарского края съехались в Анапу, чтобы показать свои силы в двух видах боевых искусств – карате и панкартионе. Илья Роднин – неоднократный призер районных и краевых соревнований по грек-римской борьбе. Этим видом единоборства занимается с пяти лет. Сегодня в своем первом поединке Илья одержал безоговорочную победу. Бой прошел успешно, отлично. Были сильные соперники. Боевое искусство – моя, в принципе, страсть. Ну, мечтал, чтобы дети могли постоять за себя, защитить свою семью, близких. Фестиваль разделен на две секции – карате и панкаратион. Второй вид единоборств был основан еще во времена Древней Греции. Сегодня он получил второе дыхание. По словам организаторов, панкаратион развивается с огромной скоростью и имеет большую популярность в Краснодарском крае. Воспитывает не только силу и выносливость, но также еще и силу духа. Спортсмен, который занимается панкаратионом, воспитывает и физическую составляющую, и духовную составляющую, что не позволит дать ему слабину и на виражах жизни. На соревнования в Анапу съехали сотни спортсменов из Геленджика, Сочи, Армавира, Славянска-на-Кубани и других городов края. Победители получили медали и кубки в планах Федерации панкаратиона организовать состязания и в других городах Кубани. Далее информация о погоде на выходные. Партнер прогноза – фабрика мороженого «Ангария». Если настоящий йогурт объединить с нежными сливками и добавить активные бифидобактерии, то получится вкусно и здорово. Пламбир на йогурте «Ангария» – это когда вкусно, полезно. По прогнозам синоптиков, 12 и 13 мая в Анапе ожидается переменная углачность без осадков. Температура воздуха днем до плюс 17 градусов, ночью прохладнее – 12 выше нуля. Ветер северный от 3 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды – плюс 16 градусов. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Расстрочка оплаты. Первая и вторая очередь уже сданы в эксплуатацию. Звоните 48300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент для женщин всего от 800 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова